Здравствуйте! Вы на канале Садовая Шкатулка. Одним из условий цветения кактуса, от нас не совсем зависящие, является достижение им определенного возраста или определенного размера куста. Я решила поделиться с вами своим опытом выращивания кактусов и буду показывать те кактусы, которые у меня будут цвести. И первая на очереди у меня рибуция. Это довольно неприхотливый кактус, он пользуется успехом среди любителей цветоводов. В народе рибуцию еще называют кактус-корона, и названа она в честь французского винодела и кактусиста Рибю. Какие же особенности именно у этого кактуса у рибуции? Первое, это ее достаточно небольшой размер. Рибуция достигает примерно 5-6 сантиметров в высоту. Стебель у нее шировидный, но с возрастом немножко вытягивается вверх, и колючки идут по спирали, что очень эффектно выглядит. Колючек у кактуса очень много, и за счет их он выглядит как бы такой опушенный шарик. Цвести рибуция начинает на второй год жизни, очень рано. Цветы у нее ярких расцветок, разные, это и розовые, и красные, и оранжевые расцветки, в виде вот такой воронки цветочки. Цветок, вот один цветок продолжительной жизни, его всего два дня. И еще есть один интересный момент, на ночь цветочки закрываются, а утром на следующий день опять распускаются. Но, друзья, надо учитывать, что цветение от нее можно ждать только после прохладной зимовки. Закладывание почек происходит в феврале месяца. Какие же условия ей необходимо предоставить? Освещение это яркие палящие лучи солнца. Даже если вы живете на юге, и у вас южное окно, для нее это абсолютно не страшно. А вот затенять рибуцию ни в коем случае не надо. Затенение от солнечного света ей может только навредить. Если же у вас западное, либо восточное окно, то можно досвечивать фитолампой до 14 часов в сутки. Температура летом должна быть плюс 25-35 градусов. Это обычная температура. Скажем, вот у меня на лоджии летом в жару температура действительно бывает и до 35 градусов. И рибуции это не вредит. Но вот зимой температура должна опускаться до плюс 10 градусов. Но у меня на лоджии зимой температура стоит примерно плюс 17-20 градусов. И этого ей хватает для того, чтобы весной порадовать меня своим цветением. Рибуцию можно выращивать в горшках из любого материала. Главное, чтобы они были широкие и неглубокие. Корень, корневая система у нее разрастается вширь, а вглубь практически не уходит. Какой же грунт ей необходимо предоставить? В магазине я покупаю обычный грунт для кактусов. Но здесь есть одна особенность. Практически все грунты в магазине сейчас сделаны на основе торфа. А кактусу, особенно пустынному кактусу, это абсолютно не подходит. Поэтому я беру грунт и в него обязательно в большом количестве добавляю песок, гравий. Кто-то добавляет битый кирпич. Можно добавить циафлора, циолит. То есть почва, она получается в основном такая каменистая. Там очень мало составляющей самой земли, но очень много составляющих именно камушков, различных песка. Свою рибуцию летом я поливаю даже в самые жаркие дни всего один раз в неделю по выходным. Но, друзья, здесь стоит учитывать, что я живу в Сибири, в Томской области. А если вы живете где-то на юге, то там придется ее поливать почаще. Раз-два в неделю можно полить, если на улице стоит жара. Зимой полив сокращается. Вот этой зимой я не полила свою рибуцию ни разу. Но здесь необходимо следить за тем, чтобы кактус не пересох и не сморщинился. С этой целью можно его раз в 30 дней поливать, но не промачивать полностью почву. Поливать только чуть-чуть по краю горшочка. Потому что холодный мокрый грунт зимой для него губительно может начать загнивать корневая система. Кактус ни в коем случае не нужно опрыскивать. Удобряю я его раз в 30 дней удобрением для кактусов. Но при этом та норма, которая указана на упаковочке, я всегда ее снижаю в два раза. Пересадку кактуса необходимо делать только по необходимости. Например, он очень сильно разросся, горшочек ему стал маленький. И в этом случае его можно пересадить в горшочек чуть пошире, сантиметра на два шире, чем сам кустик. Самый простой способ размножить рибуцию, это отделить от него боковой отросток и его высадить. Но также рибуцию можно вырастить и посевом семян. В прошлом году я сеяла тут различные семена кактусов. Они очень хорошо всходят, как правило. Пока они еще не цветут, здесь им один год буду их пересаживать. Вот и все хитрости для того, чтобы ваша рибуция порадовала вас весной своим цветением. Друзья, цветы окрыляют. До новых встреч. Пока!